Земельная реформа по-прокурорски началась в Саратове в 2018 году. Атаки надзорного ведомства подвергались участке, чей вид разрешенного использования менялся дополнительными соглашениями с муниципалитетом на жилищное строительство. Таковых в областном центре насчитывается около 200. Именно доп. соглашения надзорное ведомство и пыталось оспорить в судах. Основная претензия – статус участков меняли в обход аукционов. Хотя известно, торгов не было как таковых. В подавляющем большинстве случаев речь о пересмотре арендных отношений не велась. Однако к отдельным инвесторам подчиненные Сергея Филипенко применяли весьма избирательный подход. У них отбирали земли, разоряли, доводили до банкротства. Наиболее яркий пример – история жилого комплекса «Победа». Здесь от действий прокуратуры пострадали сразу несколько компаний. Самый известный из них – флагман строительной индустрии региона ЖБК-3. В настоящее время один из самых успешных и крупных игроков на рынке доведен до критического состояния и оброс долгами. В отношении него введена процедура наблюдения. На площадке за этим забором планировалось осуществить крупный девелоперский проект. Здесь предполагалась качественная квартальная застройка. Инвесторы до появления в поле их деятельности людей в голубых мундирах уже успели изрядно вложиться в реализацию грандиозных планов. Жилой комплекс «Победа» должен был представлять из себя небольшой городок со своей инфраструктурой, законченным архитектурным дизайном и своим микроклиматом. Детский сад в шаговой доступности, котельная и трансформаторная подстанция. Ролики в интернете рассказывали об экологически чистом районе и квартирах с видом на Волгу. К реализации проекта подключились компании, работающие в разных сегментах – от жилья эконом-класса до элитного. Одна из них – фирма «Ксиан». Несколько лет назад компания приобрела земельный участок на землях «Победы». Бывшему арендатору заплатили немалые деньги – 60 миллионов рублей. Это почти 2 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Любопытно, но объявление о продаже было размещено на сервисе «Авито». Как столь крупный участок городской земли мог оказаться на сайте частных объявлений? Этот вопрос прокуратура могла бы задать чиновникам мэрии. Но вместо того, чтобы искать возможный источник коррупции, в надзорном ведомстве крайними сделали бизнес. Запустение и разруха. Здесь повсюду видны следы, остановленные по инициативе прокуратуры стройки. Разобранный башенный кран, вырытый котлован, куда строители успели вбить сваи. В дом, построенный по федеральной программе, должны были заселить детей-сирот. Рядом, в шаговой доступности, должен был открыться детский садик. Но теперь всем этим планам не суждено сбыться. На изъятых по инициативе прокуроров участках инвесторы успели проложить коммуникации. Они должны были снабжать весь поселок. Дом номер 6. Строители, несмотря на тяжелое положение, успели сдать в эксплуатацию. Здесь сегодня живут люди. Но что они получили вместо развитого микрорайона? Разруху и полное отсутствие инфраструктуры. Ни дорог, ни подходов к остановке, ничего. Только стройка, которая может затянуться на неопределенное время. Дом номер 5. Готовность 70%. У дома номер 1 и того меньше. 31%. Те, кто купил в них квартиры, сегодня пополнили ряды обманутых дольщиков. Решать их проблему пришлось в спешном порядке. Более сотни потенциальных жильцов около месяца назад попросили помощи в интернете. Хотя ранее региональные власти отчитались перед спикером Государственной думы Вячеславом Володиным о том, что проблема обманутых дольщиков в регионе закрыта. История с ЖК «Победа» выбивалась из этой идиллической картины. На объект нашли нового застройщика компанию «Саратовстройсервис». Вряд ли участие компании будет бескорыстным. Цена вопроса – земельный участок. В качестве оплаты за работу или возможность осваивать новые бюджетные контракты. К самой фирме тоже есть вопросы. По данным из открытых источников, прошлый год для компании был убыточным – минус 9 миллионов рублей. Тогда откуда деньги на завершение проекта? Ведь речь идет о сотнях миллионов рублей. Но отрицательная бухгалтерия прокуроров, видимо, не смущает. Как не смущала и многолетняя практика выделения земли в Саратове, когда самые лакомые для застройки куски доставались доверенным лицам чиновников мэрии. Традиции были заложены еще во времена мэра Юрия Аксененко. У их истоков стоял тогдашний глава профильного комитета Андрей Алешин. О том, как работала схема, на страницах информагентства «Взгляд.Инфо» рассказывал его бывший зять Александр Кретов. Ни о каких земельных аукционах тогда речи не шло. А ведь деньги от них могли пополнить скульный городской бюджет. Перспективные земли выводились из городской собственности. На них строились жилые дома, торговые комплексы, объекты сдавались в аренду, а доходы поступали отнюдь не в государственный карман. Попытки бизнеса сломать порочную и коррупционную практику успеха не принесли. В прокуратуре на них не реагировали. Более того, как только предприниматели ставили вопрос ребром, указывая на коррупционные схемы в мэрии, чиновники тут же в ответ обвиняли бизнес в давлении на власть. Чем объяснить подобную слепоту надзорного ведомства? Не тем ли, что его сотрудники сами были участниками разных серых схем? Один из ярких примеров – случай с особняком начальника управления по контролю за исполнением федерального законодательства областной прокуратуры Олега Петрова. Земля и коттедж в элитном поселке «Зеленая долина» на Саратовской рублевке обошлись сотруднику надзорного ведомства в одну тысячу рублей. Комментируя этот казус, Сергей Филипенко назвал случившееся маркетинговым ходом. Кстати, статус земельного участка под прокурорской рублевкой тоже менялся с нарушением закона. В прокуратуре это признали, но никак не отреагировали. На протяжении многих лет прокуратуру не смущали схемы передачи земли из городской собственности. Изменение вида разрешенного использования участка с помощью дополнительных соглашений в надзорном ведомстве вообще считали законным. И этому есть письменные доказательства. И ни одного прокурора, занимающегося проверкой законности этих сделок, не наказали. Ни один чиновник, занимающийся работой по таким схемам, не был привлечен к ответственности. Так откуда же такое внезапное прозрение у подчиненных Сергея Филипенко? И почему оно столь избирательно? Эти вопросы прокурорам задавали и раньше, но в ответ на них тишина. К примеру, как в случае с земельным участком уже упомянутого Андрея Алешина. Особняк построен на территории, где тоже меняли вид разрешенного использования. Однако усадьба стоит и поныне. А вот участок по соседству, принадлежавший фирме «Альмир», был отобран. Причем инвестор, как и в случае с «Ксианом», понес многомиллионные убытки. Такая разрушительная деятельность напрямую нарушает 195-й приказ Генпрокуратуры. И это можно констатировать. Документ, изданный еще в 2007 году, предписывает сотрудникам на местах строго просчитывать последствия своих надзорных действий и не допускать экономического краха предприятий, а также приостановки строек. Но именно эти последствия, как мы видим, наступили по итогам деятельности Сергея Филипенко. И последовавшие призывы найти виновных, конечно, будут исполнены. Виновных найдут, но только не среди прокуроров и чиновников своей компетенции и коррупции, создавших данные проблемы. Что же до земельных аукционов, то они, как не проводились в Саратове, так и не проводятся. Как и прежде, земля достается доверенным лицам и фирмам городских чиновников. Итог прокурорской земельной реформы печален. Обвал строительной отрасли, уход с рынка ключевого застройщика, появление 150 новых обманутых дольщиков, рост безработицы и, как следствие, ухудшение инвестиционного климата, который и так не самый благоприятный в Саратовской области.